Привет всем! По просьбе одного из подписчиков, поясняю сегодня за свою прическу, а если быть точнее, за топ-кнот. Как все мы могли заметить, в данный период, с данной прической гоняет каждый третий, от конченного бомжа до сверхэлитного модника. Но почему? Спросите вы. Эта болезнь распространяется со скоростью света, выбривая по бокам каждую третью голову. Этот вопрос давно уже волнует всех, поэтому я решил, что пора. Пора раскрыть карты и открыть миру правду. Настоящую правду, без грифа, секретно. Все дело в том, что данной прической я, так сказать, отдаю дань почтения своему дальнему прапрородственнику Акая Пояснит, жившему на территории Японии еще в 19 веке. Акая Пояснит носил такую же прическу, какую вы могли заметить на мне. В свое время, молодой Акаио занимался таким же благородным делом, каким я занимаюсь сейчас. Он был мудрейшим человеком Японии и самым грозным самураем, что свет когда-либо видел. Акаио нес на себе важнейшую миссию человечества. Пояснял. Пояснял людям то, что они не в силах были понять самостоятельно. Так, из поколения в поколение, эта миссия дошла и до меня. У меня, конечно, был выбор, возлагать на себя данную ношу или нет. Но я думаю, вы знаете, что я выбрал. Отряд посвящения в отряд пояснителей я принял в свои 18 лет. После чего два года я путешествовал по миру и набирался мудрости у самых мудрейших пояснителей со всех уголков нашей необъятной планеты. Естественно, незамеченным я оставаться не мог, так как встречал на своем пути миллионы людей за время прохождения практики пояснителей, зачет по которой я сдал на отлично. Каждый человек, побывавший со мной в контакте, черпал что-то важное для себя. Многие из них искали свой стиль прически, и многим из них приглянулась именно моя. Иногда они даже просили сделать им ее на месте. И тогда я брал свою катану и тремя движениями ложил как ландыши их боковые локоны, а иногда и головы. Но это только тем людям, которые мешали людскому счастью, и заставляли их пояснять за ту или иную вещь в своем гардеробе или внешний признак. Но как вы все видите, я всем стараюсь помочь искоренить эту низшую прослойку общества. Ну или хотя бы не пострадать от нее, пока я бессонными ночами, голова за головой уменьшаю их количество. Собственно, именно так и началась мода на данную стрижку. Можете винить меня, а можете понять, дело ваше. Я просто дарил людям счастье и радость, чем занимаюсь и по сегодняшний день. Моя миссия проста. А с вами был Макс Пояснит. Всем до скорого.